И опять добрый день! Несмотря на такую дождливую погоду, пока вот сижу, грею машинку, чтобы поехать по делам, немножко решил вам рассказать о покупке вообще об автомобилях в Болгарии. Так как не понаслышке знаю, а давно немножко торгую и в принципе уже достаточно лет занимаюсь автомобилем, могу рассказать вам, какие автомобили, как что здесь покупается в Болгарии, как что продается вообще выгодно, невыгодно и так далее. Значит, начнем с самых дорогих вещей. То есть люди, которые приезжают и хотят облегчить себе жизнь, и у них есть деньги. Это основная манера, так скажем, всех русскоговорящих. Они хотят купить сразу дорогое, хорошее авто. То есть вариант первый, они берут лизинг, на лизинг автомобиль, и ездят в ближайшие 3-4 года, то есть не испытывая головных болей. Второй вариант, идут на рынок и пытаются купить там что-то более-менее свежее, там 5-6-3 лет, практически за те же деньги, которые, если бы они отдали за лизинг, но уже с пробегом, так скажем, по Европе. Автомобили с пробегом по Европе, естественно, приезжают сюда абсолютно разные. Естественно, ну, из области фантастики, если автомобили, на автомобиле не будет ни царапин, он не будет ни ударен, и ни разу у него будет там 100 тысяч километров или 50 тысяч километров пробега. Естественно, на рынке они все стоят 50 тысяч километров, того, вернее, не 50 тысяч, а 100-150, там максимум 180 тысяч километров, это уже от совести продавца зависит. В принципе, автомобили в основном приходят 300-400-500 тысяч километров пробег, и, соответственно, немножко дорабатывается, тюнингуется спидометр, и получается такая приятная для глаза цифра. Также все вот эти косяки, которые, бампера, крылья, все-все-все, машина получает такой, в принципе, торговый вид, устраняются основные удары, основные там проблемы по ходовой, по моторам, то есть человек, который приходит с улицы, и у него нету тестера, нету компьютера, нету человека, который ему мог бы немножко помочь, разобраться, он купит эту машину, потому что выглядит она неплохо. Любая машина. То есть мы проедем по авторынку, и я сделаю небольшой экскурс, несколько видео, покажу, какие есть машины, ценовая политика, вот тысячи левов там и до, там, я не знаю, до скольки. Опять же, все зависит от машины, все зависит от цели и задачи. Многие люди, например, русскоязычные, которые не хотят платить за аренду автомобиля, предпочитают приобрести автомобиль, но это, по-моему, правильно, потому что, но в любом случае, покупая машину, сколько бы она ни стоила, тысячу или там, 20 или 30 тысяч, в любом случае, будьте готовы, что постановка на учет, это минимум район от 400 до 500 левов, это эта катакса сюда входит и прочее-прочее, вот эти всякие расходы, плюс на смену масел, ремни и прочее-прочее расходники, если вы не хотите стоять где-то там в каких-нибудь горах, в любом случае, вам придется потратить в районе тысячи, полторы тысячи левов, это к бабке не ходить. Более выгодно, на мой взгляд, я, например, покупаю для себя автомобили, стараюсь покупать для себя автомобили уже на номерах, то есть, как минимум, экономишь сразу 500 левов. Да, расходники и прочее, и, естественно, приходится менять, потому что, ну, как мы можем верить людям, которые нам продают? Естественно, мы сами продаем автомобили и сами, мягко говоря, луками. Вот, поэтому все уже зависит от цели и задачи. То есть, естественно, если люди приезжают сюда на неделю, нет смысла покупать автомобиль. Если вы приезжаете на 2-3 месяца, купите машину и будьте спокойны, она вас дождется и в следующем году, она будет стоять на том же месте, где вы ее оставили. Автохлам здесь никому не нужен, его максимум могут убрать за неправильную парковку куда-нибудь. Вот. Обслуживается все очень легко и просто. Это есть масса недорогих автосервисов в Болгарии, которых я потом немножко вам расскажу, покажу, какие сервисы, например, на примере Варни, примерно, какие цены на все услуги. Опять же, в связи с притоком русской эмиграции сюда начинают приезжать немало русскоязычных мастеров. Есть хорошие, есть нехорошие, есть всякие. Есть те, которые мы, русские, друг друга не обманываем. Вот в таком плане. То есть, опять же, выбор ваш. Но я езжу к болгарским мастерам, у которых обслуживаюсь уже довольно-таки на протяжении многих лет. И те машины, которые я готовлю на продажу, которые я продаю, я также готовлю у болгарских мастеров. Потому что цена-качество, опять же, у меня уже есть какие-то скидки и прочее. И, то есть, например, машины, которые я продаю, я могу гарантировать, что год-полтора человек проблем, знаете, не будет никаких. Дальше мы, естественно, может быть, сегодня, если погода наладится, или завтра, я проеду, покажу вам этот авторынок в Арнинске. Делаю несколько снимков, несколько снимков, примеров автомобилей. Если это вам будет интересно, можете написать, я вам отвечу. Все, благодарю, хорошего дня.